Китайцы не отстают от тренда. Вот, например, Yumi DJI S2. Смартфон с экраном 18-9 и двойной камерой, но относительно свежим MediaTek, с 4 и 64 гигбайтами памяти, аккумулятором на 5100 мАч и всего за 180 долларов. На бумаге все очень заманчиво, но нужно разобраться, как все реализовано на практике. Смартфон поставляется в симпатичном боксе, внутри все разложено по своим отделам. Вот быстрая зарядка, кабель, переходник, а также чехол с крепкой документацией. Из коробки есть и защитная пленка на экране. Комплектный чехол вполне симпатичный и шероховатый на ощупь, но практически бесполезный. Отверстия в нем прорезаны кривовато и нет никакой защиты экрана, так что при падениях он не спасет. В плане дизайна Yumi DJI S2 собрал многие популярные наработки. Металлический корпус, пластиковые вставки для работы антен, 2,5D стекло и высокий экран со скругленными уголками. Наш тестовый экземпляр собран весьма неплохо. Также есть вариант черного цвета. Явное замечание есть только к немалому весу 186 грамм и не самой точной подгонке держателя сим-карт. Он входит с усилием. Реальное использование открывает еще и среднюю работу сканера отпечатков пальцев. Чтобы все срабатывало как надо, нужно прикладывать палец ровно к сканеру. Экран Yumi DJI сделан на базе IPS-матрицы с разрешением HD+. Плотность пикселей невысокая, но с обычного расстояния картинка выглядит вполне гладкой. В целом с экраном все в порядке. В цветопередаче натуральная, максимальная яркость высокая, на стекле средненькое олеофобное покрытие. Смущает только работа датчика автояркости и несколько завышенный уровень минимальной яркости. Основные характеристики также неплохи. Это Mediatek Helio P20, 4,64 гигабайта памяти. Есть еще версия Yumi DJI S2 Pro. Ей достался Helio P25, 6,128 гигабайт памяти, Full HD+, экран и фронтальная камера с большим разрешением. А вот чип NFC не положен никакой из версий, так что о бесконтактных платежах можно не думать. Использование открывает среднюю чувствительность Wi-Fi, да и в целом не лучшую оптимизацию софта. Формально, глядя на результаты бенчмарков, проблем не заметны. Тут неплохо идут игры, но при простом использовании возможны подтормаживания. И кажется, что компания оставила большой простор для оптимизации. Версия Android тоже не внушает оптимизма, ведь выпуск аппарата на Android 6.0 в 2017 году кажется дурным тоном. Еще мы совсем не оценили отсутствие привычного миниджек и необходимость использовать комплектный переходник, а также вызывной динамик. На высоких громкостях слышны сильные перегрузки спикера весьма среднего качества. Впрочем, у аппарата есть и сильные стороны. Встроенный аккумулятор на 5100 мАч обеспечивает стабильные два дня работы, а комплектный блок поддерживает быструю зарядку. Нормальная камера могла бы окончательно склонить чашу весов в сторону плюсов, но не тут-то было. Основные модули с сенсором на 13,5 мегапикселей снимают крайне слабо, и многие кадры получаются нерезкими, а на удачных заметна слабая детализация. Отдельного портретного режима в камере сейчас просто нет, он пропал после последнего обновления. Сказанное полностью касается и фронтальной камеры, оно тут тоже не из самых качественных. Что можно сказать в итоге? В целом перед нами стандартный Yumi. Хороший на бумаге, но крайне спорный на практике. Компании пора уже улучшить качество своего софта, тогда их смартфоны станут лучше.